Хватит тратить время на скучные проекты. Погружайся в огромный и захватывающий мир GTA 5 RadMir. Каждый день вас ждут приключения. И именно от вас будет зависеть исход глобальных операций, которые развиваются непредсказуемым образом. Собрав мощную команду, вы сможете решить любые вопросы и справиться с любыми проблемами. Показать всем, что вы лучшие. Под контролем администрации проекта проходят масштабные РП-ситуации. Ведь от соблюдения правил всех игроков становится только интересней. В GTA 5 RadMir вы сами выбираете, на чьей стороне быть. Помните, за каждое преступление есть свое наказание, которое также проходит по РП-процессу. И не менее интересно со стороны служителей закона. Банды, мафия, полиция, военные. Для каждого игрока в RadMir GTA 5 найдется место. Уже на старте промокод PL даст вам первоначальный капитал в виде 50 тысяч игровых долларов. Подробности, как скачать и начать новую игру, вы узнаете, прочитав закрепленный комментарий. Всем удачи! Увидимся в игре! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Паш, извини, что поздно. Слышу. Алло? Слышишь меня, да? Нет, нет, ничего. Да, 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 слышал. Слушай, можешь меня со стоянки забрать? На стоянки забрать? Да. С какой? Ну стоит. О котором мы сегодня разговаривали. Ага. Ты уже там? Ты, собственно, сегодня решил поехать? Ты что, за машину оставил? Ну да, оставлю, но с документами. А деньги? А деньги решил мне отдавать. Да, ладно. Давай, приезжай, забери, расскажу. Давай, сейчас буду. Угу, спасибо, спасибо, думаю. Да, ага. Да, да. Да, сейчас приехал, Леша, ну, заберут. Да, да, да. Да все, я понял, сейчас подъеду, давай. Алло, ну что ты? Ну, я же тебе рассказывал, дед, ну что ты вот здесь? От управления налево заворачиваешь, я уже нашел на шлагман. Да, 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 да. Давай, хорошо. Ага, давай. Здорово. Здорово. Смотри, где же камера? А что ты мне камеру сейчас отдаешь? Давай большую тогда. Слушай, ну, если ты на дно решил залечь на пару дней, возьми хотя бы камеру. Возьми. Да, ну ничего. У меня, если что-то есть... Вот эту камеру возьмешь? Вот эту камеру возьмешь. Держи. Вот эту беленькую. Как репортер. Ну, вот эту беленькую. Вот эта беленькая остается у меня. А вот эта беленькая, теперь твоя. Ну, давай распаковочку устроим. Не торопишься особо? Нет. Я и на самом деле... Там делал на всю ночь. На самом деле тебе еще раньше хотела дать. У меня был презент. Блин, ну ты сумасшедший. Слышь, нахрен она мне нужна? На два раза я его у тебя взял и взял. Что, новая, что ли? Нет, Женя. Это теперь твоя. У каждого из нас свое задание, скажем так. И теперь реально вот те люди, которые за нами стоят, наша аудитория... Блин, ну ты вообще, блин, сумасшедший. Будет в курсе. Она уже дорогая, служа денег стоит. Да блин, не об этом вообще речь. Так это такая же, как у тебя, что ли? Жизнь дороже. Да, это такая же. Это даже с пультом. Не, не. Я свою вообще бумушку покупал, блин, два года назад за 28 тысяч. Это 40 стоит. Уж с коробкой еще вернуть надо будет, я уже разбомбил. Не, 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 не. Это я в Польше был, вот купил. Это что? Угу. Слушай, ну, тут все серьезно. Серьезно, блин, ну классно. Слышно, ну я как, блин, я даже не знаю. Блин, ну спасибо, дружище. Конечно. Давай, приятный подарок. Там флешка тоже внутри. Ага. Не забывай просто, если ты как раз... Как раз утаскивать, как-то надо, да? Запланировал загаситься, то... А что, грибы, грибы что ли это самое снимать? А что на буксе? Да что угодно. Файлы просто Коли сбрасывай, и тот будет их обрабатывать. А что она такая здоровая? Это бокс. Это водонепроницаемый бокс. Он у меня тоже есть. Идет в комплекте. Только я свой, правда, тут просверлил. И что? Для звука. Но ты свой не сверли. Пускай у нас один будет. Специально для звука. Это типа герметичный для воды? Да, герметичный, может, как угодно. Я, кстати, с Машкой в Турции летал. У меня есть видео даже на канале, если интересно. Можешь посмотреть из Турции. Я в нем нырял. А вот. Но камера тоже выдерживает хорошо. Потому что я нырял, помнишь, когда разведку я у дома проводил? У синего вот этой синей крыши. Я нырял в бассейн из-за того, что овчарка побежала. Ну вот, с такой же, с которой сейчас я снимаю. И это вот реально круто. Это самая крутая Sony. Уже три года они не выпускают. Даже четыре. Блин, ты слышишь, браслет такой крутой. Выпускают модели новей. Браслет, да. Вот браслет. Я тогда денег пожалел. И у нас... А для меня ты не пожалел денег? Не, не пожалел. Или ты оттуда... Я потерял. У нас был старенький браслет, помнишь, на еще один... Мы танк, когда производили разведку на синей крыши. А, ну да, там уже было у тебя что-то хереное. Мы подцепляли, да, танк. И я следил за ним возле сетки. То есть, как ехать, шатрика выслеживалась. Ладно, сберусь потом. В гараже, в подвале. Слушай, ты только для разведки реально крутой. Честно, уже работали на деньги-то. Светуга. Ты что думаешь, я тебе, блин, просто так снимаю? Ну, надеюсь. Все, спасибо большое. Приятный подарок. В последнее время очень мало хороших новостей. Да нет, Джей. Жизнь наладится, я уверен. Сейчас мы только немножко подзакроемся с этими. А, и что такое? А это в подарок дали. Это, знаешь, на палец ты одеваешь и камеру вставляешь. И вот так вот, как дурачок. На палец, на палец. Да, вот так, как дурачок хочешь снимаешь. С пистолетом. Но это беспонтовая вещь. Можешь ее подарить. Или это такой современный сейчас пистолет? Да, современный. Современнее некуда. Там вот флешка, да, смотри. Да, да. Ты мне сейчас отдал. Стойте, я не видел флешку. Ну-ка, дай-ка сюда. Это уже вторая, потому что одно я тебе туда засунул. Здесь еще какая-то тут флешка. Ну, посмотришь, распакуешь. Так, ну ладно, я тогда поехал. Я думаю... Ну, я сегодня-то дома переночую, правильно? Да, все, занимайся, спокойно. Только жену не бери с собой. Не-не-не, я заеду за Антолхой, возьму, что все нормально было. Там вроде Коля там зарекомендовался, в принципе. Ему так точно дали. Ну, ну, хоть парень такой сокотливый, но он вообще честный, нормальный. Так ты что, это тоже отдаешь? Да-да-да, я буду, если что, сам пользоваться. У меня еще одна есть, Кэнон. А Соньку, возьми себе на время. Ну, Сонька, реально дорогая. Вот это вот объектив, все вместе. Двести кусков. Ты потеряешь? Нет. Как ты мне сказал, когда мы ехали гелик заправлять? Про деньги-то. Можете купить такую, а? Можете заправить? Можете купить такую. Ладно, купим все, что захотим. Ладно, все, давай, доброй ночи, аккуратненько домой, езжай. Все, я уже... Я уж не напрашиваюсь туда, к вам в офис, если сам знаешь, я бы была бы возможность, я бы тебя забрал бы. Ну, давай, Лану. Все, ладно, давай. На связи, я сам позвоню тебе, не звони мне, пожалуйста, хорошо? Только звони, ну, по основной необходимости. Добро? Хорошо. Все, давай, как я. Давай, братуха. Пускай Коля вставит это на канал Джоникс. А я поехал за Антохой. Как этот беду на хал на поливол на земле. Да, ну, Иваныч, сколько тебе раз можно объяснять? Я, ну, у меня нет интереса в этом, понимаешь? Я понимаю, что ты хочешь, ну, как бы, чуть заработать побольше и так далее. Я не преследую цель заработать. Женя, ты понимаешь, я просто, ну, не осилю один финансово этот дом. Ну, понимаешь, ну, как бы, ты же должен войти в мое положение. Ну, понимаешь, это не конечное, просто результат, ну, получается, что этот дом... Ну, ничего страшного, будь следующий, где осилишься. Я не могу тебе эти деньги отдать, понимаешь? Блин, ну, мы же вместе этим занимались, понимаешь? Как бы сейчас просто, ну, я не хочу сказать, что ты там меня подкидываешь на эти дела сам. Я понимаю все, но... Дим, я все прекрасно понимаю, но, понимаешь, у меня тоже свои планы были, свои причины. Мы сейчас уже все раскидались с этими домами. Ты, если у тебя хватает денег на этот цыганский дом, ты бери. У меня хватает денег на тот дом, я тот возьму. То есть, я бы, у меня бы хватало денег, я бы два взял. Ну, понятно, что нам ценник выставили. Ну, если бы мне хватало денег, я бы даже не поднимал бы этот разговор, Жень, понимаешь? Будет, с чего заработать, ты ездишь, вон, каждую неделю машина меняет, тебе денег не хватает, что ли? Ну, где предел? Ну, зачем ты загорелся на контраболистском доме? Ну, он же ни о чем. Ну, как ни о чем-то, там, ты просто его, на самом деле, вживую не видел. Там дом очень перспективный, да, он херовенький, там, с виду и так далее. Маш, мы сейчас, я лучше возьму синицу в руках, чем буду журавля в небе ловить. Ну, правильно, Дима, давай это, ищи себе вариант. Да, Дима, прекращай, Дима, мы уже всю ночь с тобой это обсуждали, этот вопрос, поэтому... Все, у тебя все в порядке, а я нет. А, да и у тебя все в порядке, ты просто так думаешь, что у тебя все не в порядке. Ты успокойся, все нормально будет. Ты просто переживаешь, конечно, ты сейчас заработал в 3-4 раза бы. Доброй ночи, а можно машинку на въезде, сургут, нефтегаз, заправка? Можно. Ага, все, жду, спасибо. Ну, может быть, ты подумаешь все-таки для себя, ну, и для меня, так же, так же. Давай, я тебе обещаю подумать, но я думаю, что я не передумаю. Понимаешь, у меня свои были планы на этот дом, и я не хочу их... Слушай, ну там вообще какая-то помойка, ты понимаешь, ты видел этот дом просто огромный? А ты тот дом видел, сколько туда вложений нужно? Ну и что? Ну и то. Что, ту и тебе, вот этот маленький участок земли, а там... Не, Иваныч, я тебе говорю, ты мне еще потом, может, поможешь, потому что, ну, я же тебе тоже не все рассказывать, и лишнего знать не надо, что голову там забивать, это наши там делишки. Ну, этот дом мне нужен, и реально вот эти деньги, которые у меня сейчас есть, их реально хватит. Да сколько можно прибыли? Ну, где, ну, где будет конец по прибыли? Ты без работы вот сидишь, на каком-то участке заперся, и все, не хочешь дальше глобально мыслить. Ну, посмотри ты, несколько вариантов рассмотри, зачем тебе это нужно? Да в том-то и дело, Иваныч, я смотрю глобально, мне не в деньгах сейчас дело, мне сам вот этот дом, сам, сам, сам объект нужен. Я не буду его перепродавать, он мне не для продажи нужен. Ну, нормально, ты сейчас вкладываешь деньги, выхлопа у тебя нет. Ну, это ты по-другому, ты по-другому думаешь, у меня немножко по-другому. Ну, а как по-другому, надо семью кормить, понимаешь, там. Давай ты мне это самое, голову не дури. Давай ты мне, пообещай, что ты подумаешь. Я тебе обещаю, что я подумаю, но я думаю, что мнение свое не поменяют. Так что так. Ладно, Иваныч, машинка подъехала. Давай, не обижайся, слышь, нормально все будет, ну. Чего обижать? Давай. Покой ночи. Покой ночи. Доброй ночи. Папа. Все, мы полетели. А вот стоит вообще возвращаться туда, где мы летом. Летом удержали. Это я тебе уже 10 раз сказал, что... Да, в бассейне как бы. Я тебе уже 10 раз сказал, что там уже всех задержали, уже там все нормально, всех позабирали уже. Мы уже скорые посадят. Сейчас они пока под следствием, те, кто тебя там кошмарил. И там за похищение людей они сядут на столько лет, что на наш век хватит, так сказать. Ну, слава богу, ты как главный свидетель идешь, твои показания тоже будут одни и самых главных. Ну, около нескольких лет обычно идет следственные действия, поэтому тебя еще пока приглашать не будут. Как там Паша вообще поживает? Паша? Да. Нормально, что с Божьей помощью там потихоньку ковыряемся. Но он вообще повзрослел на самом деле за все это время. Он как бы уже и думает, и думает по-взрослому. Такие дела уже делали. Я ему полностью доверяю. Мы сейчас одну мутку делаем. Не знаю, сейчас по времени посмотрим, сколько мне нужно будет, чтобы тебе помочь. Может быть, еще ты в одно место съездишь, которое тебе очень знакомо, но уже в плане гостя. Слушай, мы сейчас хотим забрать дом, этот синий крышей, в себе. Там уже никого нет, там пусто, там уже всех там повязали, приняли. Братьев никто не будет, потому что я там не буду жить вообще. А, я же тебе говорил, да, что ты это самое, ну я к тебе домой заберу. Не, ну это один из немногих секретов на сегодня, что ты не у меня будешь жить. Я немножко переиграл, там, суетнулся, сделал там чуть-чуть по-другому. А камера на самом деле, видишь камера, да? Ага. Паша мне подарил. Да. День, да. У него же такая же. Ну да. А я же у него всегда брал. И вот он мне решил, чтобы я у него не брал, не знаю, откуда он деньги взял. Я решил мне подарить. Сдал подарок? Да. Смотри, уже подъезжаем. Ага. Ну у тебя, короче, адреналин, да, наверное? Да. Так. Страх? Да. Мне кажется, и тебе повезло, что мы тебя нашли, и нам повезло, что мы тебе нашли. Ты нам столько информации дал, столько показал. Конечно, даже мы без тебя бы тоже это все не провернули бы. Кстати, я без машины остался. Как дал? Отдал икса своего. За что? Да у нас там, блин, вообще жесткие терки были. Там даже, ты же помнишь, да, инкассатора, который ты же с нами был? Ну, там по нему такие сейчас у меня проблемы уже есть. Ты голодный? Да. А? Да. Пойдем, пойдем перекусим сейчас. Сам тоже с утра не ел. Я на самом деле и послал два часа. Раздевайся здесь, вот, да и что-то. Выбирай, что хочешь? Чего потерял? А какой у вас супчик? Харчо сегодня и щаса свежей пропусты. Подливки? Да. Скажи, обязательно, да? Да. Давай, не спешай, никуда не торопимся. У тебя там чем кормили-то? Спускной едой? Ну да, то, что они едят там. Ну, не голодал-то там нормально. А что ты им сказал, когда уходил? Ну, по-богу задали. Молодец. А, они что, без проблем сказали? Ну, если что, приходить можно или сказали? Пусть не возвращайся. Ну, они сказали, возвращайся. В любое время, да? Конечно. Ну, они молодцы, но... Проходят. Ой, хорошо. Ой, Гатя, как это все помещается? Как-то... Спасибо. Одеваемся, познай. Так, у меня что для тебя есть? Один сюрпризик. Возьмите. Готов? Готов принимать? Да, да, да. Нормально перекусил? Да, вообще нормально. Что-то у него случилось. Серьезно. Давай сюда. Здрасте. Так, у нас мой телефончик, недорогой. Сейчас. Покажем, скажем. Скажем, пожалуйста, вы ищете кнопку, сейчас, а сенсор? Да, нормальный нужен, как бы, ну, дешевый, такой точный вариант. Я не знаю, может, сенсорный. Как будете производиться, расскажите, пожалуйста. Как будешь пользоваться? Звонить только нужно. Ну, так, недешевый, но недорогой, какой-нибудь средний, да? Я не знаю, тебе что, пойдет в какой-нибудь средний? Ладно, я не знаю, что вам предложить. Есть хороший вариант УНР-8С. Отличный телефончик. Артем, а кто вчера товар принимал? Я принимал, что случилось. Это как-то сочерезатом выставлено, ну, не совсем красиво. Ладно, женяюсь, спасибо. Нормально, потом расставит. Хорошо, мы снижем, что заведем. Я занимаюсь. Так, ты можешь нам какой-нибудь, там, я не знаю, ну, как-то средний? Может, вот, как тебе вот такой вот? Он, вот, недорогой. Всегда справился, да? Ну, вот если, да. Достойный телефон, на самом деле. А можем смотришь? Чем хороший? У него чистый Android стоит, ухощённый. Потому что он чувствительно работает, не зависает. Сейчас вам открою, покажу. Нравится? Ничего молчишь? Да, смотрю. Смотришь. Чёрный, полагаю, да? Ну, да, чёрный телефон. Ну, да, чёрный телефон. Включу, покажу. Телефон простой, бюджетный. Для повседневности, для звонков, интернет. Ну, игры, скажем. Постольку, поскольку, да. Потянет, но не тяжёлые. Попробуйте, группу возьмите, посмотрите, как он будет. Чёрный трясутся. Марин, не урони. Не-не-не-не. Чё, будем брать? Будем. Сим-карту сразу надо, номер какой-нибудь. Ну, не блатной, конечно. Подходите, я буду показывать, кто ты пошёл, смотри. Чтоб не я тебе рассказывал, показывал. Хороший экран. Яркий, насыщенный. Комплект, вы спросили. Угу. Ага, всё есть, да? Чё, или потом разберёшься? Ну, всё, тогда ещё нам сим-карту тогда... На меня оформите? Хорошо. 6, у меня 510. Поздравляю. Поздравляю. Только не потеряйте. По чеку гарантии, а чеку не выбрасывайте. Пишу. Всё, спасибо. До свидания. Так, слушай, ну на этом ещё подарки не закончились. Хочешь, что самый главный подарок? Так, ну ладно. Какой? Это будет сюрприз, погнали? Пойдём.